Добрый день, друзья! У нас сегодня с вами начинается курс 5 класс французский с нуля. Меня зовут Юля, и мы проведем с вами 120 уроков вместе. В каждом уроке будет главное видео и немного дополнительных. Их можно делать по желанию, но будем делать их такими интересными, что у вас это желание обязательно будет, я надеюсь. Если у вас возникают какие-то вопросы, любые по курсу, вы обязательно задавайте, и будем вам все рассказывать. Потому что главный принцип нашего обучения – чтобы вам нравилось. А нравится в основном только то, что мы понимаем, то есть вам не должно быть очень сложно. Если вдруг сложно, попытайтесь остановиться, может быть, повторить еще раз. Все должно быть посильным. Разные люди воспринимают информацию совершенно по-разному. То есть кому-то сложно, кому-то легко, кому-то сначала сложно, а потом легко, а кому-то сначала, наоборот, легко, а потом сложности приходят. То есть мы все разные, и все, что с нами происходит в процессе обучения, Это нормально. Я вас поздравляю с тем, что вы начинаете изучать французский язык. Я сама начала учить его в пятом классе. Для некоторых это поздно. Кто-то говорит, что невозможно выучить. Но выучила Евеев достаточно хорошо. Я очень этим довольна. И желаю вам выучить его так же, как я и лучше. И если вы будете стараться, если вам будет нравиться, это тоже моя задача, понравиться вам, и понравиться сделать так, чтобы вам курс понравился, значит, вы этого добьетесь. А французский язык – это такой язык, который откроет вам очень многие двери, который сделает ваши путешествия более интересными, общение с людьми с разными более интересными. И вы узнаете намного больше вещей, которые не могли бы узнать, если бы вы не знали французского. Так что обязательно старайтесь. Если даже вначале вам будет сложно, не бросайте. Ну и опять же, если вдруг сложно, попытайтесь понять, почему, и задать нам вопросы какие-то. Это наша задача, чтобы вам обязательно было легко, и чтобы вам все нравилось. Так что не стесняйтесь, и это будет наша какая-то проблема, если у вас что-то не получается. Значит, мы вам плохо объяснили. И, в общем, вы нам на это укажите. И давайте посмотрим прямо, начинаем с обложки. Что у нас тут? На первых, все обложки будут выглядеть одинаково. Если вам сейчас кажется, что здесь очень много незнакомых слов, то через несколько уроков вам уже будет казаться, что это практически как родной язык русский ваш, потому что вы к ней уже привыкнете. Все будут они похожи друг на друга, пока не собираемся менять. Так вот, верхняя строчка – это написано «la cinquième classe». И вот я уже заговорила по-французски «la cinquième classe». И это по-французски звучит «пятый класс». Мы пока не будем разбирать, что и как тут пишется и почему. «La cinquième» – это «пятый», «класс» – это «класс». Потом объясню, как это все образовалось. Ваша задача – за мной сейчас повторить, потому что мы еще, если не повторяем, то мы не знаем, как мы сами звучим. Нам с вами нужно привыкнуть к себе, что мы говорим по-французски. То есть обязательно используйте любую возможность повторять за мной. А я буду делать паузы. «La cinquième classe». Можете себя даже на аудио записывать. Возьмите телефончик свой, запишите, как вы звучите, а потом попробуйте проанализировать, что такого вы делаете, что немножко отличается от того, как это делаю я. Почему? Потому что вы слышите, как по-разному говорят люди вокруг. И вы тем самым, вот говоря со мной по-разному, пытаясь найти какие-то новые звуки, новые какие-то интонации, вы тем самым учитесь говорить. А уметь говорить – это всегда очень полезно. На родном языке тоже. Вы можете посмотреть вокруг себя ваших ровесников, взрослых людей. Разные люди говорят, разумеется, по-разному. И когда вы их слышите, вы, может быть, этого не анализируете, но вы можете понять, что кто-то вам нравится больше, как говорит. С первых слов кому-то вы проникаетесь с большим уважением. И вот когда человек может контролировать свою речь, когда он грамотно говорит, когда он всё проговаривает и так далее, вы его больше, может быть, цените, вы считаете, что он более умный. Так что сейчас, даже если может быть, я, конечно, очень надеюсь, что так не будет, вы бросите французский и займётесь чем-то более интересным, не могу представить даже чем, вам всё равно будет полезно умение воспроизводить разные звуки. Как это делают актёры, как это делают певцы и как это делают ведущие телеканалов. Так вот, la cinquième classe. Подумайте, что я такого сделала. Дальше, то есть это пятый класс, это то, что мы с вами изучаем, то есть наша программа, пятого класса с нуля. Дальше, следующая строчка, это кур, кур, это слово занятие, кур, глубокое такое у, и эх, у многих она не получится, не расстраивайтесь. Ан, это один, то есть занятие один. Я думаю, по логике вы уже догадались. Кстати, мы с вами очень много будем и над логикой работать, потому что вдруг вы ещё не выучите французского, а уже у вас будет возможность с кем-то пообщаться или съездить куда-то, где говорят по-французски, и вы уже можете слышать и сами анализировать, даже если мы с вами этого не прошли. И последняя строчка, это avec, Julie, avec, это предлог с, с кем, и Julie, это я, Julie, Lee на французском, моё имя это Julie, Julie, я люблю, когда меня так называют, и Lee это моя фамилия. Давайте сейчас всё произнесу, вы послушаете, и вы уже всё можете понять. La cinquième classe, Cours 1 avec Julie, то есть вот так это будет звучать. Ну, конечно, каждый раз, я вам не буду так представлять урок, я просто вам скажу здравствуйте, и дальше же будем начинать нашу программу. И давайте посмотрим, что у нас сегодня, и это у нас la langue française, мы просто знакомимся с этим. La langue, это язык, française, это французский. Записывайте себе, может быть, кто более организованный, кому это нравится, вообще мне нравилось писать в тетрадочках, запишите себе, пожалуйста, это выражение, напишите французский язык. И урок 1 тоже можете написать, дату напишите, то есть, чтобы всё было организовано. Так вот, la langue française, французский язык. Французский, я здесь поставила французский флаг, потому что многим кажется, что французский язык, значит, на нём говорят два франца. Конечно же, это так, но на французском языке говорят во многих странах мира. Я вам сейчас не буду говорить, в каких, потому что это ваше домашнее задание. Просто посмотрели, вы можете почитать страницу где-то в интернете, например, в Википедии, французский язык, вы удивитесь. Просто сначала представьте, в скольких странах говорят, вот на ваше мнение, сколько вообще стран в мире. Попробуйте об этом подумать. В комментариях к этому курсу напишите, сколько вы думали стран в мире, и сколько из них говорят на французском. И удивил ли вас тот факт, что в стольких странах говорят на французском? Вот это флаг Франции, посмотрите, синий, белый, красный, похож на наш немножко, но это одна из стран. Вот ещё несколько, где очень много людей говорят на французский. Сначала назову страны, а вы немножко, если вдруг знаете, где какие флаги, скажете себе, где кто говорит. На французском говорят «en France» во Франции. Дальше. «au Luxembourg» в Люксембурге. Попробуйте угадать, какой флаг. Далее. «au Canada» в Канаде. «au Maroc» в Марокко. «en Suisse» в Швейцарии. И voilà. То есть, столько стран, уже даже здесь шесть, где очень много людей говорят на французском. И теперь буду говорить, где какой флаг. Начнём с первого, вы повторяете за мной. «en France» во Франции. Первый флаг, вот этот верхний слева, синий, белый, красный. Дальше. «en Suisse» – это Швейцария. Этот флаг с крестом, красный с белым крестом. «en Suisse». Просто на слух пока. Мы с вами тренируемся. Мы пока не учим эти страны, но мы немножко готовим свой речевой аппарат и слух. Пока потихоньку. Потому что, знаете, когда даже физкультуру вы делаете, если вас сейчас сразу марафон какой-то заставить бежать, да даже не сразу, когда если вы не бежали, никогда многие вот такие большие нагрузки не делали, или сказать, что давайте сразу какую-то очень интенсивную, любую нагрузку возьмём, вы сразу встаньте. Вот когда физкультура у вас есть, вы же сначала разогреваетесь, и так везде. Мы сначала с вами даже и в этом конкретном уроке разогреваемся, и вообще по отношению ко всему курсу мы разогреваемся. Я вам чуть-чуть совсем сегодня дам. И вообще каждый урок будем давать вам по чуть-чуть, чтобы вы не напрягались, а получали удовольствие и каждый раз по чуть-чуть узнавали. Так вот, следующий флаг, вот этот чёрный, жёлтый и красный, это «бельгия». «en Belgique» в Бельгии. Далее, красный, белый, голубой это «o Luxembourg» в Люксембурге. С зелёной звёздочкой это «марокко». «o Marocco» в Марокко. И с кленовым листочком это «o Canada». И вот мы и флаги немножко увидели, не обязательно их запоминать. Я когда была маленькая, тоже немного флагов знала, ну не то, что прям совсем маленькая, но то есть постепенно всё узнаётся, люди не могут знать всё. Это, если вам понравилось, знаете, надо в себе ощущение такое, что я сегодня что-то узнал, и мне от этого приятно. Вот я даже по своим друзьям могу сказать, по своим одноклассникам, вот у тех людей, у тех одноклассников, в которых ощущение того, что им приятно, что они что-то знают, было, они добились больших успехов в своей жизни. А если человек, например, расстраивался, наоборот, концентрировался на том, что у него что-то не получается, то у него меньше, потому что он как бы себя сам расстраивал, и у него энергия пропадала. Так что вы себя всегда хвалите, что даже если вы вообще тут ни одного флага не знали, что вы радуетесь тому, что вы сегодня узнали. И даже если вы запомните только один флаг или два, это уже большой результат. А мы с вами будем над этим работать. И память, она не безразмерная, и она не сразу такая всемогущая. Мы потихонечку будем работать, и вы будете видеть это и запомните обязательно. Тем более, если вы что-то еще узнаете об этом. Мы когда вот поговорим про столицы, может быть, про еще что-то, вам уже это станет ближе, и тогда это будет легче запомнить. Так вот, мы сегодня с вами посмотрим алфавит всего лишь. Давайте, что у нас получилось тут? Вот у нас алфавит. И алфавит по-французски называется l'alfabet. Это одно название, один вариант алфавит. Или же просто называют первые три буквы алфавита с вот так вот. L'alphabet français. Алфавит французский. То есть, если вы услышите l'alphabet или la bécée, это будет одно и то же. То есть, два названия для одного алфавита. Взял. И посмотрите, какие у нас буквы. Если вы уже учите английский язык, вы заметите, что это один и тот же у нас алфавит. Он вообще взят у нас из другого языка, латинского, который существовал давно. Сейчас уже на нем никто не говорит, но раньше он существовал, и он был таким вот примером для других языков. И люди не хотели придумывать алфавит какой-то новый, они решили взять, что уже готово. И вот то, что люди раньше говорили, а письменности не существовало, они решили переложить вот с помощью вот этого уже существующего алфавита на письмо. Это все. То есть, это достаточно, не скажу, что легко, но вот принцип такой. Поэтому во многих языках у нас алфавит именно вот такой вот латинский. Здесь у нас меньше букв, чем в русском алфавите, и это тоже хороший знак, нам надо меньше запоминать. Давайте с вами произнесем эти буковки. Вы повторяете за мной и очень стараетесь, потому что, смотрите, даже произнеся одну буковку, можно понять, вот услышав этого человека, можно понять, он француз или не француз, или, по крайней мере, есть у него какой-то акцент, или нет акцента, потому что акцент – это то, как мы дышим, то, как мы открываем рот, то, с какой энергией мы посылаем вот этот вот звук. То есть, можно сказать «а», и это будет «а-русская». «А-русская», и, может быть, в каких-то языках это тоже совпадет. А по-французски скажут немножко по-другому. «А-а-а-а», и точно так же можно сказать «бэ», а можно сказать «бэ», «а-а-бэ». И вы сразу, если я вам скажу, даже вот в другом каком-то, в какой-то другом контексте, ситуации, я вам скажу «а-бэ», и вы скажете «ну это русский». А если я скажу «а-бэ», вы скажете «нет, это точно не русский». А когда вы уже дальше будете французский изучать, вы скажете, скорее всего, уже будете узнавать человека, который вот эти буквы называет, вы скажете, что это, наверное, по-французски. Так вот, старайтесь, смотрите на то, как я открываю рот. Кстати, мы, вот в России, вы посмотрите вокруг, часто очень вообще не открываем рот. И сейчас даже у меня какие-то очень мелкие движения по губам идут, а если вы посмотрите на французов, если вы смотрели фильмы, то они прям такие все живые, они так артикулируют, и мы тоже будем стремиться к этому. Так вот, а, б, с, д, э, посмотрите, у многих, кстати, этот звук получается очень-очень долго, прям месяц-два. Я надеюсь, что у вас такого не будет. Главное открыть рот и вот такой небольшой квадратокруг сделать, то есть прямоугольник такой вот с округленными боками, вот так, э, э, и язык у меня лежит внизу. Э, э, дальше эф, эф, и у нас в русском звук немножко в горле, эф, эф, слышите, эф, эф, а во французском он немножко впереди. Это трудно понять, просто немножко, может быть, заметьте, эф, 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 потренируйтесь. У меня, например, это, наверное, получилось через полгода, вы мне напишите, когда у вас получится. Дальше, ж, а, ш, и, и главное, смотрите, русское и, и, и французское и, она такая более насыщенная, и, такая, на нее надо больше надавить, и, дальше, жи, не жи, русское жи, даже жи, а жи. К, э, 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 эм, э, н, о. Если мы в русском можем сказать о, ничего не делая практически с губами, то во французском надо обязательно сделать о, пэ. И очень сложное. К, язык лежит внизу, и дальше я вытягиваю губы вперед. К, можно даже через и вытянуть вперед. К,, к, 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 к. Если не получается, иногда знайте ку, а нужно ку-ю. Если слышите, вот слышите ку-ю, то язык вперед старайтесь протянуть. Ку-ю. И вот это у у вас будет. Дальше. И давайте теперь, я вот вам говорила кучу различных комментариев, теперь я произношу, вы смотрите на меня, пытаетесь меня визуально повторить и четко произносим. И попытайтесь отметить для себя, какие звуки, какие буквы вам произнести сложнее всего. И посмотрите, для большинства сложно произнести вот эти буквы, которые я выделила здесь розовым цветом. И я вам предлагаю запомнить то, как они произносятся, именно через то, как они артикулируются, то есть каким образом у нас выстраиваются с вами вот эти вот органы. Почему? Потому что мы с вами в данном случае как музыкальный инструмент. Что это значит? Вот если из вас кто-то играет музыкальный инструмент, нужно определенным образом поставить пальцы или определенным образом, например, оттянуть струну с определенной силой и так далее. И вот мы должны сделать то же самое со своими губами, то есть округлить или вытянуть, или открыть челюсть, чтобы получился тот же звук. Невозможно сделать что-то другое с губами и ожидать, что у нас получится такой же звук, как у французов. Так вот, чтобы получился звук Э, мы должны вытянуть губы в кружок, в квадрат, в такой с округленным, как угодно. Вы себе представляете вашу картинку. У нас с вами разная голова, и если вам какой-то вот образ помогает, можете себе вот так, например, руками сделать или что-то еще. Значит, вы должны его использовать. Так что Э, язык внизу, и пытаемся произнести его. Э, Э, Э с другим ртом вряд ли он у вас получится. Дальше. Открываем очень широко челюсть, язык опять внизу, и говорим АШ. И когда заканчиваем, вот так губки вперед. АШ. Дальше. КЮ. Как КУ-КЮ, КУ-КЮ, КУ-КЮ. И у меня язык вперед-назад, вперед-назад. КУ-КЮ, КУ-КЮ, КУ-КЮ. КЮ-КЮ, и вытягиваем его. Руками, кстати, в себе всячески помогаете. Это помогает. Даже вот когда иногда звук, знаете, людей, некоторых не слышно. Они что-то себе под нос говорят. А если, например, представить, что они рукой что-то бросают, КЮ, КЮ, так легче звук выходит, потому что вы ему еще какую-то опору внешнюю даете. Э, 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 Э. Я никогда об этом не думала, когда не изучала этот вопрос. Э, Э, похоже на ХА в данном случае. ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА. Вы можете ХА-ХА-ХА-ХА говорить, и вы уже поймете, что там у вас творится. И уже стремясь к этому звуку, у вас будет больше похоже на ЭХ. Не расстраивайтесь, такого ЭР звука у нас в русском нет. А звуки, которые не существуют, нам очень трудно воспроизводить, потому что у нас во рту вот так не привыкло работать там все. И мы с вами учимся буквально по-другому двигаться. И это не приходит за одну секундочку, за одну минуточку и так далее. Пока стремимся чуть-чуть сделать похожее, чем бы мы делали, если бы ни разу не делали. То есть по маленьким шажочкам. Р, 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 Р и ЭР, ЭР. Главное, РО должен быть очень широким. Дальше. Напишите, пожалуйста, получилось у вас так делать или нет. И вы учите этот алфавит. У вас в этом уроке даже будет запись. Уже непосредственно на платформе повторяйте с ней. Сколько раз вам будет удобно повторять, столько и повторяйте. Главное, не напрягайтесь сильно. Делайте в свое удовольствие. Если вам уже не нравится, если что-то сложно, значит оставьте это. Не нужно себя сильно напрягать. Далее, посмотрите, то есть я дала вам картиночку теперь с буковками, теми, как они у нас именно пишутся вручную. Конечно, это идеальное письмо, вы можете повторить, я просто вижу, у меня есть некоторые ученики, как раз-таки вашего возраста, которые любят писать, потому что мы иногда, любят же люди картины писать и что-то еще, а, например, письмо, есть такое искусство даже, каллиграфия, это тоже своего рода искусство, правильно? И некоторым очень нравится. Если вам нравится, вы можете повторять и писать. Конечно же, вот те ребята, которые учатся сейчас в школе, много всего нужно писать, они так сильно не выписывают все буковки. Но почему нет? Нормальные люди, сейчас я вам покажу, когда очень сильно торопятся, пишут вот так. Это я взяла из интернета записку, которую написал один певец, вот зовут Тюма Марса, своим фанатом. Он не смог участвовать на концерте, у него с голосом проблемы. И, в общем, он написал такую записку. Посмотрите, как это все выглядит. То есть не так, как я вам показала здесь. Но все равно, то есть уже можно представление иметь. И некоторые люди пишут аккуратно. Вы у себя, опять же, в окружении можете увидеть одних людей, которые пишут очень хорошо, другие, которые пишут не очень хорошо. Все мы разные. Вы выбираете для себя, как вы хотите писать. Аккуратно и красиво? Или вы отдадите приоритет чему-то другому? То есть для вас это не очень важно, но вы будете делать что-то качественно и хорошо в другом каком-то деле. То есть ваша задача, пока выучить алфавит, если хотите еще немножко позаниматься, позанимайте, пожалуйста, у нас дополнительно есть материал по тому, как это пишется еще, правописание красиво. И смотрите, последняя часть у нас с вами сегодняшняя, это la lecture, чтение. Конечно же, нам с вами нужно выучить алфавит, чтобы мочь читать. И я выбрала здесь 8 слов, которые похожи на русский. Давайте сначала с вами их произнесем. Вы подумайте, как они переводятся. Вдруг это будет не очень легко. И потом с вами дальше пройдем. Bonjour. Bonsoir. Merci. Le journaliste. Le garage. L'adresse. L'acrobat. Le concours. Давайте еще раз. Bonjour. Прям старайтесь, как я. Bonsoir. Merci. Le journaliste. Le garage. L'adresse. L'adresse. L'acrobat. Le concours. Это конкурс. Et voilà. То есть, это слова. Добрый день, здравствуйте. Bonsoir. Это добрый вечер. Merci. Это спасибо. Le journaliste. Это журналист. Le garage. Это гараж. L'adresse. Это адрес. L'acrobat. Это акробат или акробатка. То есть, это у нас одно и то же слово в французском. Le concours. Это конкурс. А слово la lecture, еще раз, верхнее, это чтение. Ваша задача, переписать себе, опять же, в тетрадочку с переводами. И смотрите, ваше задание. Анализируйте, пожалуйста, эти слова. Я вам не даю правил чтения. Попробуйте найти то, как читаются какие-то, например, сочетания букв во французском языке. И что тут интересно? Вот вы берете слово бонжур, и что вы видите? И попытайтесь вывести именно правила. Именно это и интересно. Почему? Потому что мы с вами учимся учиться. И иногда вы будете впереди меня, впереди всех просто догадываться о правиле, даже если оно еще не было озвучено. И это прекрасно. И вам пригодится это не только здесь, а на других тоже уроках, потому что это качество, которое вообще всегда полезно. Так что напишите, пожалуйста, все правила, которые вам удастся вывести. А мы на следующем уроке посмотрим, какие правила действительно тут есть, и какие правила вы увидите. А может быть, какие правила все вы увидите здесь, и мы с вами просто их еще раз оформим. Валя! И смотрите, ваше домашнее задание. Вот оно, как пишется. Девуар – это задание, а домисиль – это на дом. Вы смотрите. Страны, в которых говорят по-французски, напишите, пожалуйста, сколько их было. Есть. Дальше вы учите алфавит. Опять же, весь вы можете его не выучить. Главное, несколько раз попытайтесь его произнести. Сами, со мной, послушайте себя. И вы смотрите слова, вот 8 слов, которые мы видели, и выделяете правила чтения. И, конечно же, лучше вот эти вот слова мы с вами видим, уже пытаться их прописать и выучить, как они у нас переводятся. На сегодня это все. Мы с вами прошли первый урок. Вы большие молодцы. Встретимся с вами на следующем, на уроке 2. A bientôt. До скорого. Au revoir. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok